Два года назад пятиэтажка номер 10 первого микрорайона поменяла свой статус, стала домом с коммунальными квартирами. Благодаря этому она вошла в программу капитального ремонта. За долгие годы в бывших общежитиях накопился ряд нерешенных проблем, связанных с неплатежами, недобросовестным отношением граждан к общему имуществу, а также низким тарифом на содержание жилья. Помощь государству оказалась как нельзя кстати. Обсудив вопрос, жильцы вынесли решение, в первую очередь отремонтировать электрику. Спустя полтора месяца представители подрядной организации ООО ЖЭК доложили о завершении работ. 27 счетчиков на все коммунальные квартиры и 196 счетчиков индивидуальных однофазных на каждую жилую комнату. Все установили? Все установили. В общей сложности заменили 3276 метров табеля. Значит установили светильники. Ну в общем такой вот основной объем работ на сумму миллион 129 тысяч. Пройдя по коридорам и жилым помещениям здания, Александр Кузнецов пообщался с жильцами, отмечая произошедшие перемены в лучшую сторону. По его мнению, изменение схемы электроснабжения верный шаг, который в скором времени принесет одни лишь только выгоды. Жители не упустили возможность пообщаться с мэром, наперебой задавая вопросы, касающиеся дальнейшего ремонта дома. Вот сейчас, исходя из того, что вы поставили счетчик, у вас оплата снизится. Вот эти сэкономленные деньги можно как бы недоплачивать, вот так и будете меньше платить. А можно образно-разно их перекидывать на другой вид работы. А вы опять будете думать. То есть у вас вроде как ничего не изменится в оплате, а вид работы могут увеличиться. Для чего экономия нужна всего? Ну в итоге, Александр Юрьевич, вот так вот можно. Кому окна, тогда окна. А кому, говорят жильцы, ремонт, тогда ремонт. Чтобы такого не было, с каждым конкретным жителем не договоришься. Исходя из этого, закон установил, определенное количество жителей проголосовало, все, решение принято. В будущем предстоит еще много. Ремонт секции подъездов, замена окон. Но дело сдвинулось с мертвой точки, и начавшиеся перемены радуют обитателям многоэтажки. Мы сделали капремонт, заменили нам всю проводку и в подвалах, и световой свет полностью заменен. Мы поставили счетчики нам, работа произведена по свету, хорошо сделана. Однако по-настоящему оценить проделанное жильцы смогут только после того, как придут новые платежки. Счета должны значительно уменьшиться. Ведь теперь платить добропорядочным квартиросъемщикам за своих недобросовестных соседей больше не придется. И еще один результат перевода бывших общежитий в многоквартирные дома глава города посмотрел на примере Подъяблонских. Несколько лет назад многодетной семье было здесь выделено муниципальное жилье. Сейчас, сделав ремонт, они проживают в обустроенной трехкомнатной квартире с кухней и ванной комнатой. Теперь вряд ли кто поверит, что когда-то это были отдельные комнаты общежития. Подводя итог своего визита, Александр Кузнецов отметил, что новое электрооборудование – это лишь первый шаг на пути улучшения жилищных условий. Я считаю, что было правильное решение с жителями совместно с управляющей компанией направить деньги на реконструкцию системы электропроводки, потому что это дает возможность экономить средства и направлять их на какие-то другие нужды. Но, скажем, если сравнить последнее мое посещение данного дома с сегодняшним, то разница налицо. Сегодня можно говорить о неприглядном внешнем виде данного дома. Ну, что касается, начиная, скажем, порога и заканчивая внутренней отделкой подъездов, ну, конечно, небо и земля. Сейчас стоит задача заменить окна или подъездные, или те окна, которые выходят на кухни. И, я думаю, уже дом приобретет надлежащий вид. Что касается каких-то косметических, ну, внешних видов работ, то в течение двух-трех лет, я думаю, дом станет таким, каким он и должен быть. Стоит напомнить уваровцам, что в этом году по программе капитального ремонта в городе будет отремонтировано 6 домов на общую сумму 10 миллионов рублей. Ирина Мерзлякова, Вадим Полосмен, Михаил Уваров. Наш город.